Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я покажу как отремонтировать редуктор Tomaseta EBO4. Мой редуктор установлен на автомобиле Слаута, но система одна на всех автомобилях. Вот мой редуктор и проблема возникла в системе охлаждения редуктора. У меня в систему охлаждения двигателя пошел газ. Характерным признаком полупки газового редуктора является то, что он не держит стабильное давление и попадание газа в систему охлаждения двигателя. Поэтому, если ваш автомобиль укомплектован системой ГБО, то в первую очередь проверьте работу термостата и состояние газового редуктора, прежде чем менять прокладку головки двигателя. Сейчас я заведу двигатель на бензине, немного поработает, переключусь на газ и покажу как влияет неисправная коловка редуктора на работу системы охлаждения двигателя. Радиатор становится холодным, из него выталкивает газ антифриз. Вот видно, что уровень антифриза заметно поднялся, давление поднялось, бачок раздулся и при открывании слышен характерный звук. При этом в двигателе образуется газовая пробка, выталкивается антифриз и двигатель может закипеть. Если открутить крышку решительного бачка двигателя, то можно услышать характерный запах пропана. Давление постоянно поднимается, идут пузыри. Значит, газ поступает в систему охлаждения. Срочно необходимо ремонтировать газовый редуктор. Я предварительно купил ремкомплект редуктора Томасета четвертого поколения. Для того, чтобы отремонтировать редуктор, его необходимо в первую очередь снять с автомобиля. При любых манипуляциях с газовым редуктором необходимо в первую очередь закрыть кран мультиклапана газового баллона, чтобы не вышел газ. Затем необходимо завести двигатель на газу и дать ему проработать до включения бензина и полной выработки газа и всех газопроводов. На следующем этапе необходимо слить охлаждающую жидкость и систему охлаждения двигателя. Теперь отсоединяем все коммуникации от газового редуктора. После этого необходимо открутить гайку крепления газового редуктора кузова автомобиля. Вот газовый редуктор снят. В комплекте есть инструкция с местом расположения всех запчастей, которые есть в газовом редукторе. Сначала ключиком на 7 снимаем катушку газового клапана. Теперь с помощью узкой головки на 12 откручиваем газовый клапан. Здесь есть такой клапан, который необходимо не потерять. Прокладка газового клапана еще новая, поэтому я ее менять не буду. Теперь с помощью шестигранного крючика откручиваем болты крепления крышки газового фильтра. Здесь прокладка уже слегка просела, поэтому необходимо ее заменить. Фильтр уже грязный, тоже заменим его. И прокладка, которая под фильтром уже стала жестковатая, потому что работает при низких температурах и необходимо ее заменить тоже. После этого с помощью ключа звездочки Т25 откручиваем заднюю часть редуктора. Как видим, в задней части прикручено 7 болтов. Они имеют одинаковую длину и их не перепутаешь при сборке редуктора. Аккуратно снимаем заднюю часть. И здесь вот такая картина. Теперь снимаем вторую прокладку и проверим их состояние. Эта прокладка еще более-менее немного стала жесткая, но отверстий в ней не видно. Зато вторая прокладка изрядно износилась и видно, что в этом месте попадали пары газа в систему охлаждения двигателя. Она уже стала очень вязкая, порвалась и потеряла свою эластичность. В этом месте она очень жесткая и просто ломается. Необходима срочно ее замена. И теперь открутим переднюю часть газового редуктора. Здесь также необходим ключик Т25. И необходимо открутить 7 болтов. Эти 7 болтов передней части в два раза короче, поэтому вы их не перепутаете при сборке задней частью. И аккуратно поддеваем отверткой переднюю крышку. Здесь внутри находится маслянистая жидкость с примесями грязи. Это все остатки газа. Этот болт регулирует натяжение пружины, которая регулирует подачу газа. Поэтому, если у вас нет контрольного оборудования, то этот болт желательно пометить относительно этой большой гайки и не крутить. Теперь снимаем патрубки охлаждающей жидкости. Прокладки здесь уже тоже слегка пересохли, поэтому я их буду менять. Теперь отодвигаем мембрану по краям. Она уже стала жесткой и сильно пристала. После этого аккуратно сдвигаем прокладку на один сантиметр в сторону газового фильтра и вынимаем все в сборе. Вот здесь куча грязи. Вот такие куски грязи могут оказаться в вашем редукторе. Обратную часть мембраны покоробила. Она стала очень жесткой и хрупкой. Необходимо срочно ее менять. После этого осталось открутить два болта крепления рычага управления мембраной. Болтики здесь самые короткие, поэтому при сборке редуктора вы их не перепутаете. Вот такой редуктор в разобранном виде. После этого необходимо перемыть все детали газового редуктора с помощью обычного бензина и старой зубной щетки. Теперь возьмем из ремкомплекта прокладку рычага управления мембраной. Достанем старую прокладку и заменим ее на новую. Острым предметом поодеваем и вынимаем. Она уже изрядно износилась, имеет следы просадки, стала жесткой и тоже требует замены. Теперь с помощью жидкого мыла слегка намылим новую прокладку и запрессуем ее на свое место. Вот прокладка на своем месте с рычагом. Теперь промоем в бензине основную часть газового редуктора. Как видим, здесь в центральной части произошла какая-то реакция. Возникло отверстие между системой охлаждения и системой подачи газа. Придется покупать новый корпус или же редуктор в сборе. Вот я купил такой же самый редуктор, но запахом газа. И мы сейчас из двух сделаем один. Вот наконец я снял корпус из старого редуктора и видно, что здесь все целое, а в моем редукторе вот такое сквозное отверстие. Заварить его не получится, поэтому пустим его на металлолом. Осталось хорошо промыть новый корпус и можно собирать редуктор вместе. Сначала устанавливаем клапан. Для легкости сборки я все болтики буду смазывать литолом. Берем из ремкомплекта две новые прокладки подключения патрубков системы охлаждения и устанавливаем на место новую газовую мембрану. Она совсем без выработки. Видно, что на старых редукторах она была очень искореженная, поэтому необходимо ее срочно заменить. Берем мембрану, одеваем ее на свой клапан и заводим вправо. Вот она уже стоит на своем месте. Наносим на патрубки немного жидкого мыла и устанавливаем их на свое место. При установке передней части важно вымыть отсюда конденсат, который собирается в процессе эксплуатации редуктора. И накрываем это все дело крышкой. Теперь закручиваем на свое место 7 болтов крепления. Они здесь короткие. Устанавливаем на место новую прокладку, теперь еще одну прокладку и затягиваем крышку длинными болтами. После этого закручиваем на место газовый клапан и прикручиваем на место катушку. Осталось установить на свое место новый газовый фильтр и прокладку крышки газового фильтра. Старая крышка газового фильтра на моем редукторе еще не деформирована, поэтому я ее менять не буду. Вот газовый редуктор Томасета собран и можно ставить его на свое место на автомобиль. В первую очередь подключаем все коммуникации к редуктору и шланги системы охлаждения. Подключаем шланг клапана сброса и шланг выхода газа из редуктора. Подключаем питание газового клапана. И разъем температурного датчика. После этого необходимо взять жидкое мыло или обычное мыло, воду, кисточку, включить газ и хорошо проверить все соединения, чтобы не было утечки газа. Заводим двигатель, даем ему прогреться до включения газа, чтобы газ пошел в систему. Проверка пены показала, что газовая система гельметична. Теперь необходимо отрегулировать постоянное давление, выдаваемое редуктором, с помощью такого адаптера, который подключается к системе управления КБУ. С помощью небольшого шестигранника проводим регулировку давления в редукторе. Вот теперь видно, что давление стабильное. 1,19, 1,2. Выставлена компенсация и двигатель работает стабильно. После этого необходимо с помощью такой гайки закрепить редуктор на кузове автомобиля и работа будет закончена. И вот работа закончена. Автомобиль на газу работает без проблем. Редуктор работает в штатном режиме. Причиной поломки стала такая небольшая дырочка между системой охлаждения и системой подачи газа редуктора. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Смотрели видео о том, как своими руками отремонтировать газовый редуктор фирмы Томасетта 4 поколения. Пишите свои замечания и комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok